Добрый вечер дорогие друзья, это программа передачи данных. Что такое передача данных, Екатерина? Вкратце. Передача данных это такой потрясающий кросс-медийный проект, который вы можете наблюдать по телевидению, по кабельному каналу Ростов на ТВ, а также слушать по радио. А вот в какое время? Это мы расскажем. Каждый понедельник нас можно посмотреть на канале Ростов на ТВ в 20.20, а послушать каждый вторник в 20.00 на частоте Ростов-ФМ. А также трансляция ведется круглосуточно. Вот здесь rostovlive.ru. Заходи, смотрите. Ну а для тех, кто пропустил наши выпуски по каким-либо причинам, всегда может зайти в социальные сети, в группу rostovlive.ru, а также в группу программы передачи данных и посмотреть выпуски, которые по каким-то причинам не удалось увидеть на голубом экране. Может быть, вам захочется посмотреть повторы, они там тоже есть, так что, в общем, полный архив, все готово. Представим людей, которые находятся в этой студии. Екатерина Сосоева. Иван Хисандимов. Андрей Свечников. А вот сейчас я должен представлять гостя, но сделает это Иван. И у нас сегодня есть гость, мы сейчас как бы всех представим. Да, в гостях у нас Сергей Александрович Гуда, это преподаватель, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры и дискретной математики Южного Федерального Университета. Лучше просто, Сергей. Я сейчас встану и иду, я ничего не понимаю, я гуманитарий, я пойду, пожалуйста. Андрей, а тебе и не надо, но на самом деле продолжим мы сегодня тематику, которую затронули, начали в прошлой нашей программе, про компьютеры. Только сегодня мы будем говорить о современных компьютерах, можно сказать даже суперкомпьютерах. Итак, с вами в эфире передача данных, и мы продолжаем, вернее, даже начинаем разговаривать на интересную тему суперкомпьютеры. Ну, давайте запустим. Ну, для начала, да, вот просто хочется затронуть такую вещь. Это моя любимая цитата. Любимую цитату Андрея. Определимся с понятиями, что такое суперкомпьютер. Ну, обычно суперкомпьютерами называют те компьютеры, которые не покупают обычные пользователи, использующие их там для игрушек, там, может, для каких-то программ. А какие-то специализированные, рассчитанные на большие объемы вычислений, достаточно мощные, возможно, требующие какого-то суперохлаждения. Вот, это все называют суперкомпьютерами. Ну, в принципе, конечно, понятия все эти растяжимые. Любой компьютер, который стоит у нас с вами дома, лет 20 назад считался бы суперкомпьютером. Так что не сможет уже Андрей привлекать особи женского полтипа у меня дома суперкомпьютер. Друзья, Иван все по-прежнему использует старую проверенную методику. У него дома шикарная коллекция лютневой музыки 16 века. У меня на самом деле шикарная дома коллекция пингминов. И как особи женского пола ведутся? Нет, я и не пытался. Я бы, что они маленькие вообще, такие, которых еще интересуют мягкие игрушки. Да, давайте узнать поближе специализированные задачи, что подразумевается под данным вещами. Вот для меня, как человека, который любит кино, для меня всегда вопрос, вот сложные фильмы с сложной компьютерной графикой, какие-нибудь там, простите, трансформеры, аватары, вот это все просчитывают графику суперкомпьютера или это просто какой-то вполне достаточно мощный компьютер, который стоит на студии? Сейчас, в принципе, на такое способны даже обычные компьютеры с очень мощными графическими вычислителями. В один компьютер вставляют несколько очень крутых видеокарт, и вот вам получился суперкомпьютер. Но раньше все считалось на компьютерах. Вот я где-то слышал, что фильм «Титаник» обсчитывали на кластере. То есть вот вместо того, чтобы собирать какой-то макет в натуральную величину, топить его, резать на части, значит, собрали, ну, достаточно много обычных компьютеров, связали их с сетью, ну, серверов. Вот, и на этом все мы обсчитали вот всю графику, вот все эти спецэффекты, которые мы видели. Но все-таки какие задачи исполняет суперкомпьютер? Это какие-то серьезные вычисления чего? Ну, вычисления чего? Значит, у вас есть 3D-модель, ну, например, корабля, где вот подробно расписано, что в каком месте находится, где двери, где окна, где какие вещи какого цвета, где наложены какие-то текстуры. Ну, ясно, что корабль очень большой, деталей очень много, то есть тысячи, может, даже десятки тысяч. И отображать все это на экране, когда вот он там под разными углами, по-разному освещается, ну, это миллиарды, триллионы операций. За один кадр, за один кадр. То есть в реал-тайме «Титаник» не снимает. Отойдем от кинематографа, да? Ну, вот это задача моделирования, то есть отображение моделей. Отображение моделей. Ну, не только в кинематографе это используется. Вот вы там в 3D Max, например, или в какой-нибудь другой программе 3D-моделирования составляете какую-то модель, она должна быстро вывестись на экране. Вы должны иметь возможность приблизить, удалить, там, поменять освещение, повернуть. Вот, все это обычному компьютеру не под силу. И для этого используют графические вычислители. По несколько сотен ядер в каждом. То есть фактически, ну, по старым меркам, это суперкомпьютер. Пока Андрей завис, да, уточнили. То есть суперкомпьютеры используются тогда, когда необходимо, скажем так, преобразовывать, проводить много вычислений в секунду. То есть это работа с большими данными. С большими объемными данными или очень быстрая работа в реал-тайме. Например, кодирование видео или звука нашей передачи. Ну, в основном, то есть это какой-то должен быть выход графический или звуковой? Это не обязательно. Это могут быть обычные расчеты. Это какие-то могут быть научные расчеты. А вот по научным расчетам, конечно. Кто-то моделирует там течение жидкости. Вот у нас в университете моделирует процессы, происходящие в звездах. Там мой брат, он моделирует наноструктуры, значит, и вот всевозможные там наноэффекты. То есть вот эта модная концепция, большие данные на сегодняшний день, они могут быть обработаны за счет вот таких вычислительных... Ну, я боюсь и только за счет них, да. Мы недавно говорили про замечательный проект, который, возможно, когда-то и будет реализован под названием «Умный город». И вот там для обработки огромного количества данных как раз необходимые мощности такие серьезные. Вот в связи с этим вопрос. Вот если у нас в городе есть суперкомпьютер, может, мы здесь сможем воспользоваться ресурсом этой машины и создать «Умный город». Мы займем все ресурсы этой машины или она еще на что-то будет способна? Ну, на самом деле, как бы это вот сейчас популярная такая область, облачное вычисление. Значит, есть определенные фирмы, которые владеют вычислительными ресурсами. Ну, и вот в мире довольно остро сейчас стоит вопрос в том, что компьютеры производятся, куча ресурсов, а считать как бы относительно нечего. То есть вот загруженность средняя у суперкомпьютеров мира где-то около 1%. 99% они простаиваются. А может быть тогда подключить их к огромному количеству проектов, которыми занимаются обычные пользователи? Вот, Вань, ты рассказывал про всевозможные космические исследования в поисках неземной жизни. Да, проект неземных поисков, сети, по-моему, называются. Все данные обрабатывают домашние компьютеры. Давайте мы вам это отдадим, и вы быстренько так раз, и так, ребята, вот туда летим, там жизнь, и мы, а, ну, все понятно. Почему этим не занимаются суперкомпьютеры? Ну, там данные все время приходят. Нет, там занимаются суперкомпьютеры, и на мной их очень считаются. Ну, этот проект довольно старый, начинался он еще, по-моему, даже в 90-х, 80-х годах. Тогда еще суперкомпьютеров было очень мало. Вот, ну и выходили из положения привлечением вычислительных ресурсов обычных пользователей, интернет-пользователей, таких, как мы с вами. То есть вот их завлекали очень интересной возможностью найти инопланетян. Я сам даже немножко в этом когда-то участвовал. О, вот это подробнее. Значит, вы скачиваете на свой компьютер программу. Эта программа берет из базы данных какие-то данные со спутников или с телескопов, ну и потом их отчитывают в поисках внеземных цивилизаций. Ну, вот я слышал, что они уже 50 лет ищут, но безрезультатно. Поэтому там вот был большой скандал с тем, что американское правительство закрыло этот институт. Вот, и они там боролись за выживание. Ну, не знаю, по-моему, все-таки они как-то что-то там предприняли. Сейчас все еще продолжают считать. Зато как большой пример такого краудсорсинга, использования человеческих ресурсов и отзывчивости. Отлично. А вот можно такой вопрос на правах девочки? Все-таки, чтобы понять, что такое суперкомпьютер. Ну, да, да. Вань, плойку принеси, ты сейчас намотаешь. Сообщество на иных блондинах интересуется. А вот скажите. Мы должны представлять разные группы нашей аудитории. Правильно, там у тебя как интеллектуальную оказалось-то. Вот видишь как-то, да? Я стою на правах наших телезрителей и радиослушателей. Если какие-то вопросы остались неясны, я не думаю, что сейчас каждый будет готов воспроизвести определение суперкомпьютера. Так вот, вот мы говорили об этом примере, когда подключались вычислительные мощности многих компьютеров пользователей. Можно ли сказать, что это и есть суперкомпьютер, когда просто несколько компьютеров объединены в сеть? Или это один большой компьютер, и он отличается от обычного и конфигурации, и архитектурой? Ну, обычно вот такие скопления компьютеров, решающих одну задачу, называются кластерами. В принципе, очень многие суперкомпьютеры сейчас построены по этому принципу. Только в качестве компьютерной сети там используются немножко другие технологии, позволяющие очень быстро обращаться за требуемой информацией к соседнему компьютеру. То есть, вот это самая большая проблема в суперкомпьютерах. Значит, один компьютер нельзя сделать очень мощным, ну, если это только не квантовый компьютер, которые сейчас, к сожалению, мало распространены и очень дороги. И еще там все плохо. Сообщество гуманитариев интересует, спросите, а что такое квантовый компьютер? Это чуть попозже. Сергей, у меня есть еще такой вопрос. Вот вы сказали о том, что, получается, заняты только 1% мощностей всех суперкомпьютеров. Получается, что... Тогда зачем их так много создают? Это какая-то гонка, у кого будет самый производительный, поэтому их продолжают делать? То есть, если они не загружены? Да, в частности. И в этом тоже есть какой-то смысл. Да, вот такие производители, как Intel, NVIDIA, вот они предлагают университетам с большой скидкой свои продукты, чтобы университеты создали суперкомпьютер, находящийся в самой верхушке списка ТОП-500. Ну и фактически они продвигают свои продукты. Вот так делает Intel, продвигает свои ускорители Xeon Phi новомодные. Так делает NVIDIA со своими видеокартами Tesla. То есть, рекламная составляющая здесь тоже есть. Ну и в принципе, должны быть, конечно, задачи. Для чего создаётся этот компьютер? Ну, для того, чтобы решать какую-то задачу по моделированию, например, тонких процессов, происходящих в человеческом организме. Для того, чтобы можно было, например, испытать лекарства какие-то на модели, а не на мышках, на кошечках или на реальном человеке. Не дай бог. Вот, например, для моделирования мозга человека. Ну, такие вещи просто так не считаются на обычной машине. Сколько у нас с вами нейронов? Больше, чем от того во Вселенной? Да нет. А, нет, есть стандартный ответ ответ. От того, конечно, больше. Это был стандартный ответ для девочек, Иван. Они верят. Девочки, у вас справа. Я должен был оставить этот ответ мне. Хорошо, я тебе потом сейчас столько интересного расскажу. Давайте после программы. Вопрос меня такой интересует. Мы сейчас знаем, что, в принципе, средний и даже очень хороший компьютер, обычный, который можно купить в магазине, примерно через полгода он морально устареет. Ну, примерно, плюс-минус. Может быть, за год. Ну, такая точка зрения... Вопрос такой. Как быстро устаревают суперкомпьютеры? Еще быстрее. Ну, вот, я боюсь, что, конечно, с ними еще хуже, чем с обычными домашними компьютерами. Сейчас мы достигли предела по частоте процессоров и также по скорости доступа к оперативной памяти. И, как вы успели заметить, в последние, наверное, лет семь компьютеры, в принципе, не ускоряются. Вот, средний компьютер, который продается в магазине, он имеет ту же самую мощность, что и семь лет назад. Вот, я когда-то купил свой ноутбук, он стоил не очень дорого, там, 19 тысяч. Еще на Dual Core, там, это был просто, там, такой процессор с двумя кристаллами, там, старый. Потом сразу Core 2DU появились, и Core 3, 7, 5, 7 лет уже прошло. И вот я со своими студентами, сейчас мы, там, сравниваем наши ноутбуки. Ну вот, производители идут по пути уменьшения энергопотребления, значит, уменьшения теплоотдачи в окружающей среду, чтобы сделать их более тоненькими, чтобы они работали сутки. Вот, но при этом, конечно же, страдает производительность, и многие ноутбуки моих студентов, они почему-то слабее, чем мой старый, вот, побитый, так, потреванный ноутбук. Да, и сейчас уже, вот, относительно компьютеров обычных пользователей, нельзя этого сказать, что вот они устареют. Я боюсь, что они еще через 10 лет, если только не изобретут какую-нибудь, там, 3D-память, и она проникнет к вам с нами, вот, тогда все резко скакнет. То есть, нужны новые какие-то очень инновационные технологии. Нужна революция в мире технологий, чтобы скакнула сейчас производительность. Вот у меня, Сергей, вопрос. То есть, получается, по сути, гонка суперкомпьютеров сейчас, это как выпуск, там, 5-го, айфона и 6-го, просто у кого более новый, и у кого будет моднее. Более тонкий. Да, более тонкий, и занимать он будет не две комнаты, а одну. То есть, не более. В суперкомпьютерах сейчас все-таки идет какое-то наращивание производительности. Дело в том, что это не обычный компьютер. На суперкомпьютер нужно копить долго, вот, чтобы его купить. Вот загляните в список топ-500 суперкомпьютеров, сколько там они стоили, каждый, сколько они содержат внутри себя узлов. Но это миллионы долларов. Ну, это список из 500 самых мощных суперкомпьютеров мира. А вот можно... Самый популярный. Вопрос от девочки, да, давайте. По поводу мощности. Эта мощность такая же, как у обычного компьютера, или единица измерения? Та же самая. Та же самая. Смотря кто. Ну, там... Смотря какие числа. Нет, ну я за секунду там два числа не сложу. Нет, там числа большие, конечно, 16-значные. Ты представляешь? Нет, у меня вопрос. За сколько вы... Сложите два 16-значных числа? Столбик. Если это нули-единицы, вот так. Нет, если это... Нули-единицы, тогда, извините меня, не 16-значные, а 64-значные. Злые вы люди. Друзья, это передача данных. Давай вот эксперимент поставим. За сколько? Друзья, это передача данных, и мы сейчас будем пока... Сейчас мы измерим мощность, Андрей. Вычислительную мощность. За время. Сегодня мы говорим о суперкомпьютерах, еще много интересных вопросов, и все это вы узнаете самыми первыми сразу после заставки. Друзья, это передача данных, и сейчас вот эти омерзительные люди, которые находятся рядом со мной. Коллеги, Андрей. Коллеги хотят проверить... А что мы проверяем сейчас? Мы измеряем вычислительную мощность. Вычислительная мощность ведущего крайне невелика, друзья. Вот Ваня даже пишет, вот чисто, он не может даже сочетать, сколько он написал. Но мы можем примерно оценить, правильно? Да. Допустим, он потратит на это одну минуту, да? Значит, он сделает всего одну арифметическую операцию за минуту. Ну, это где-то одна шестидесятая флопса. Флопс – это одна операция в секунду. Ну, вот у наших с вами компьютеров мощность где-то около ста гигафлопс, ста миллиардов операций в секунду. То есть, насколько Андрей менее мощный. Ну, тут, конечно, работает еще и некий парадокс. Дело в том, что человеческий мозг, он выполняет вот такие для нас обычные операции, как ориентирование в пространстве, распознавание текста, распознавание изображений. Гораздо быстрее, чем это делает суперкомпьютер. То есть, в целом, получается, суперкомпьютеры больше заточены именно на численные методы. То есть, они вычисляют арифметические задачи. Какие-то арифмические задачи, да, чтобы решить какие-то естественные задачи, которые решает человеческий мозг, например, распознавание речи. Вот, тут нужен уже приличный суперкомпьютер и очень сложная программа. Ребята, вы время засекли, простите. Да, 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 идет, идет. Ответ уже готов. Ну, это все равно две минуты. 9,71, ну, так далее, там очень непонятные вещи. Да, здравствует компьютер. Я не складывал значные числа и получил 9 целых что-то еще. Действительно, Андрей, вам не кажется, что вы что-то не так сделали? Так, это Е в 15, 10 в 15 степени. Вот, вот. Иван, сейчас качество вашего диплома, как радиофизика, было поколеблено. Я просто подумал, что вы получили каким-то образом... Да, десятичную дробь. Да, десятичную дробь, складывая целые числа, я не заметил, что там да. В общем, вы протестировали, вычислили возможности. Как, я нормально справился? Это я считал сам. Ну, если закрыть глаза на использование суперкомпьютера. То есть тоже суперкомпьютер, да? Для тех, кто не видел, и особенно для наших радиослушателей, Андрей просто жульничал. Он взял калькулятор и спокойно сидел, считал. Счеты он взял, Ваня, что уж там. Да, надеюсь, те, которые... Камешки. Пять тысяч лет. Я быстро пересыпал несколько миллиардов песчинок вместе и посчитал здесь. Можно еще про ТО-500 поговорить. Очень интересно, что... Мы тоже поучаствовали в этом соревновании. А Россия на каком месте? И несколько лет назад мы там были, по-моему, на пятом. А кто мы? Наш компьютер Ломоносов, который сейчас стоит в МГУ. Недавно его мощность увеличили в несколько раз. И, быть может, мы тоже поднимемся на одно из таких высоких мест. Сейчас я смотрел вот в ноябрьской редакции. Мы там 22-е. 22-е. Если сравнивать с рейтингом по МГУ. Первые китайцы. Я вот как раз хотел спросить. Первые китайцы, да? А кто на втором месте? Очень интересное четвертое место японский К-компьютер. Японцы, они умные. Они развивают, поддерживают отечественного производителя. У нас покупают, что ли? Отечественного. А, они заказали процессоры у своей же фирмы Fujitsu. Да, и вот такой большой заказ позволил им довольно сильно повысить уровень производства их процессоров. Мы сейчас, почти все суперкомпьютеры сделаны на процессорах фирмы Intel. Она американская. Правда, там очень много сотрудников из России. Я боюсь, даже больше всего сотрудников из России. Но все равно она американская. И, фактически, мы должны покупать деньги за деньги, за доллары все эти. А у нас тоже есть процессоры, которые подают надежды. Это Эльбрус. Эльбрусы, которые выпускают фирмы МЦСТ. И у них приличная производительность. Несмотря на то, что, конечно, технологический процесс там довольно старенький. Сейчас вот Intel выпускает процессоры с размеров транзисторов 22 нм. Но там 65. Такой вопрос. Если бы Россия тоже поддерживала отечественного производителя и выпустила бы суперкомпьютеры только на своих процессорах, мы бы были в топ-500? Ну, здесь все просто. Если мы сами создадим топ-500. Там же вычисления происходят параллельно. Сколько процессоров купят, такая мощность и будет. То есть много Эльбрусов? Заходим попасть на первое место, ну, просто закажем там больше процессоров. А можно отвлеченный вопрос? Ну, вот как-то меня он волнует из области легенд. Можно? Давайте. Существует такая легенда о том, что, ну, вот как компьютер проходит алгоритм, да, то есть задается вопрос или какая-то задача, и у нас путь как бы разветвляется, да или нет. Да, и в зависимости от того, что происходят дальше какие-то последствия. Так вот, есть легенда о том, что в Советском Союзе велись разработки о том, что компьютер должен был мыслить совсем по-другому. То есть был вариант вопрос и варианты ответов. Да, нет и третий вариант. Вот существует легенда, что вот это как-то потерялось. Троичная логика. Да, троичная логика. Это вообще как бы было, есть, будет. Может, за этим будущее. Я к чему? Мы сейчас нормально про Эльбрус узнали. Сейчас узнаем у человека, было ли это правда или нет, возродим все, соединим с Эльбрусом, и мы на вершине вера. Троичная логика, она более предпочтительна для хранения информации. То есть хранить числа в троичной системе исчисления лучше, чем в двоичной. Но идея была оставлена из-за того велелкости? Идея на самом деле очень была бы хорошая. Если бы можно было бы придумать технологические детальки вот с такой троичной логикой. Но, к сожалению, у нас все базируется на электрическом токе, а ток, он, извините меня, или течет, или не течет. Да, нет. Ну, то есть нельзя продумать логику, в которой течет он налево или течет он направо. Да. Ну, можно было, но это гораздо сложнее. Надо было тогда использовать уровни напряжения, например. Там один уровень напряжения, второй, третий, это все усложнило бы, конечно. Ну, то есть это мы говорим о транзисторах, а если мы говорим о квантовых компьютерах, то там, наверное... Там... Вот, опять, второй раз за программу. Что это? Да, там немножко... Давайте я ставлю, что-то интригу. Расскажем о ней в конце. Ну, вероятно, сная. Этот компьютер может с определенной вероятностью выдать вам правильный ответ, а с некоторой вероятностью... Я правильно понимаю, что квантовый компьютер — это женский компьютер? Да, вот он еще... То есть у него женская логика встроена. То есть тут мужская, да, нет, там женская, ммм... Андрей, вы сами захотели, чтобы компьютер вам давал третий ответ, вот и получаете. Да, нет, может быть. Так что такое квантовый компьютер, да? То есть он больше, меньше. Ну, в обычных компьютерах, хотя вот сейчас уже и обычные компьютеры, они тоже страдают от всяких квантовых эффектов. Там вот эти транзисторы, они уже состоят там из нескольких буквально атомов. Вот. В квантовых компьютерах детальки еще меньше. Еще меньше, ну и фактически там вычисления идут на каких-то вот отдельных молекулах, отдельных атомах и их составных частей. И, соответственно, действуют уже законы не электричества классического, а квантового электричества. Да, там об элементарной частице нельзя сказать, что она находится вот здесь или вот там. А не можно сказать, что она вот с некоторой вероятностью может быть вот здесь, а с некоторой вероятностью может быть там. Все-таки Эйнштейн отомстил, он вернулся. И сказал, все, относительно, ребята. И приходится составлять алгоритмы, которые вот дают решение задачи с достаточной точностью. Вы это лично делали? Нет, я квантовыми компьютерами не занимался. Просто хотел поинтересоваться, после этого начинаешь понимать, женщину лучше или нет? Ну как-то. Квантовый компьютер это будет еще одна революция. Все поменяется. С помощью квантового компьютера можно расшифровать все секреты. Помимо Актибея. Все зашифровки, которые есть в мире, можно расшифровать с помощью квантовых. Вань, представляешь, тебе придется менять пароль. У тебя же пароль 1, 2, 3, а теперь... Не, у меня чуть-чуть не стал. Да я боюсь, даже если он поменяет, тогда не поможет. Все равно разгадать. То есть тогда секретов станет меньше, и человечество реально начнет жить в другой эре. Ничего нельзя будет дохранить секреты, пока математических алгоритмов не придумали. Поэтому, Андрей, ты вспомни, что такое бумажка, ручка, как можно писать секреты на листике, прятать в кармане или под плинтусом, под подушку. Этим мы займемся на протяжении всей следующей недели. Друзья, это передача данных, и мы здесь обсуждали очень серьезную, но достаточно непростую тему суперкомпьютеры. Напоминаю, что смотрите нас каждый понедельник в 20.20 на телеканале Ростов на ТВ, слушайте нас каждый вторник в 20.00 на волнах Ростов-ФМ и на сайте rostovlife.ru. Ну, также общайтесь с нами в социальных сетях, задавайте нам самые каверзные вопросы, которые вы хотите. Сегодня с нами в студии был Сергей Гуда, наш, можно сказать, суперэксперт по суперкомпьютерам. И квантовым компьютерам тоже. А также Екатерина Сысоева. Сегодня больше никто не присутствовал. Андрея я не хочу представлять, он сегодня много вредничал. И тем не менее он был с нами, Андрей Свечников. И вот этот человек в полосатом, Иван Хисандимов. Ровно через неделю мы снова откроем для вас новые горизонты в мире науки, а не только.